Мелхиседек Мелхиседек, он едва там упомянут, где-то в книге Бытия, в самом начале, там 14 глава, и он, в общем, никакого значения большого не имеет, вот был там какой-то царь и священник Мелхиседек в Салиме, ну, иногда говорят, что Салим это Иерусалим, хотя однозначно так не скажешь, что это. Причем здесь чин Мелхиседека? Ну, вот как если бы мы сегодня о чем-то говорили и все время вспоминали какого-нибудь древнего деятеля из древнерусской истории, какого-нибудь Евпатия Калаврата, да? Ну, был он, да, ну, хороший он был, ну, герой он, ну, зачем он нам, при чем здесь это? Седьмая глава послания к евреям подробно разбирает этот вопрос, и оно начинается с «Ибо Мелхиседек царь Салима, священник Бога Всевышнего» и так далее, и завершается ровно этими словами 17 стих «Ибо засвидетельствована, ты священник вовек по чину Мелхиседека». В очередной раз все время это повторяется до бесконечности, да, цитаты из Псалма. Вот, но уже несколько раз это встречалось. Но, смотрите, вот седьмая глава объясняет, почему. В первых главах мы встречаем это объяснение достаточно подробно. Мелхиседек, царь Салима, которого встретил Авраам, Авраам – это кто прародитель, израильтян, да, не только израильтян, но прежде всего израильтян для послания к евреям, это важно. И Авраам отделил ему десятину, и дальше он поясняет, патриарх дал ему десятину из лучших добыч своих, получающих священство из сынов Левиных, имеют заповедь брать по закону десятину с народа. Что значит десятина? Ну, это такая форма религиозного налога, когда человек отдает десятую часть своей прибыли, всех своих доходов на храм, ну, на скинию, на храм священникам. И вдруг Авраам еще до того, как возникает израильский народ, отдает эту самую десятину, тем самым он признает верховенство Мелхиседека. Он понимает, что Мелхиседек, он больше, чем сам Авраам. А кто может быть в Ветхом Завете больше, чем сам Авраам? Знаете, был такой старый анекдот советских времен, как Брежнев ведет машину, его останавливает гаишник, в изумлении отдает ему честь, и потом говорит, я не знаю, кто был в машине, но за рулем был Брежнев. Да, вот представьте, за рулем был Авраам, кто же был в машине, и кто, может быть, больше Авраама? Мелхиседек. Кто это такой? Удивительно. И дальше автор послания уточняет, что он царь правды. Что это значит? Мелх по-еврейски царь, цедок праведность. То есть, молки, цедок, можно это перевести как мой царь праведность. Но это значение имени. Но не очень это намного дает. Царь Салима. А Салима по-еврейски шалом – это мир. То есть, мир не в значении вселенной, а мир в значении благополучия, отсутствия войны, процветания, блага. То есть, смотрите. Царь правды и царь мира. Ну, слушайте, скажем, это как-то очень мало нам говорит, чтобы Христа уравнивать с этим Мелхиседека. Мало ли кого как зовут. Далеко не всегда человек, носящий определенное имя, оправдывает это имя своей жизнью. Про Мелхиседека мы толком не знаем. И дальше. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Синодальный перевод. Что необычного про Мелхиседека, ничего не сказано, что он сын такого-то, что он из такого-то народа. Указано место, где он царствовал. Но он выпадает отовсюду. И автор послания к евреям как будто это понимает так, что Мелхиседек не рожден. Знаете, в свое время были такие экзегеты, толкователи, которые считали, что Мелхиседек – это первое воплощение Христа. Что Христос уплатился два раза. Один раз Мелхиседека, чтобы принять десятину от Авраама. Ну, а потом уже во Иисуса в Вифлееме родившись. И, конечно, это порождает какую-то очень странную такую идею, что это было как бы пробное такое воплощение без особой цели. Вот просто, чтобы посмотреть, как оно там. Ну, немножко смешно звучит. И получается тогда, что автор послания к евреям находит какую-то внешнюю черту. Вот неуказанное в родословии – это же не значит, что его нет. Если мы встречаем человека, у которого нет отчества, мы не знаем отчества. Это не значит, что у него отца не было. Что он каким-то образом на свет произошел без участия отца. Просто мы не знаем, кто его отец. Но, смотрите, может быть, здесь еще немножко другое имеется в виду. Дальше как раз напоминает нам наш автор, что левиты, потомки Левия, а Левия – это один из сыновей Авраама, получают десятину с остальных израильтян. И вот они это делают по закону. А вот здесь тот, кто старше сынов Левия, кто сам прародитель всех левитов, дает десятину кому-то еще. И этот кто-то еще не левит по происхождению. Более того, мы не знаем, какого он рода племени вообще. Христос – не первосвященник по наследству. И послание к Левиям постоянно подчеркивает, что он первосвященник. Мы отдельно разбирали это в связи с одной из предшествующих трудных цитат. И это крайне важно. Он приносит жертву за весь мир. Его крестная смерть понимается как жертвоприношение. Но он не первосвященник. У него нет этих полномочий. Он из колена Иуды. Он потомок Давида. Значит, он может быть законным царем Израиля, но не может быть первосвященником. Это довольно четко разделялось. А вот здесь нам говорят, смотрите, но был пример такого первосвященника, который тоже не был потомком левитов, но при этом был выше любого из левитов. Был выше даже Авраама. Это был Мелхиседек. То есть, одна из основных идей, которые в послании к евреям постоянно подчеркиваются, ограниченность закона, особенно его ритуальной стороны. То, что ветхозаветный закон, он лишь отчасти, лишь на время, лишь в некотором отношении. Благ полезен. Да, он благ и полезен, но он еще не вся истина. Он ее небольшой кусочек. И вот здесь прекрасный пример того, что может быть нечто гораздо больше, выше, значительнее этого самого ветхозаветного жертвоприношения, этого самого ветхозаветного священства. Это вот, как мы видим, Мелхиседек. Продолжение следует... Продолжение следует...